Всем привет, вы на канале StartAndroid, я Виталий Непочатов. На прошлой неделе мы анонсировали вебинар от команды RID Team, но по техническим причинам нам не удалось его провести в онлайне. Все-таки ребята из RID Team не стримеры, а разработчики, и я очень рад, что они нашли время и записали вебинар в оффлайне, чтобы поделиться с нами своим опытом. Желаю вам приятного просмотра, а вопросы по теме вы можете задать в комментариях. Бека и Виталий обещали на них ответить в самое ближайшее время. Смотрим вебинар. Добрый день. Добрый день, дорогая аудитория. Меня зовут Бекзот Бек, можете звать меня Бека. Я участник команды RID Team и с нами у нас в эфире мой друг Виталий Бендик. Сегодня мы расскажем про Android Priority Job Queue и его использование на практике. как мы все знаем, каждое приложение, которое мы создаем, имеет разные потоки и почти в каждом приложении встречаются такие heavy tasks, огромные tasks, которые надо делать в отдельном потоке. И у нас в каждом приложении есть асинктаски и вот такие фишки. Loader или сервисы для выполнения определенных задач. вот. И это как бы больная тема для многих. И сегодня мы хотим вам показать, рассказать про Priority Job Queue, про эту библиотеку и почему мы его используем. Почему не используем мы асинктаск или loader или другие готовые инструменты, которые сама система Android нам предоставляет. асинктаск. Давайте начинаем с асинктаска. Виталий, можете начать. Так, асинктаск он довольно прост в использовании, то есть в любых руководствах, в любых туториалах с радостью используют в примерах асинктаск, потому что его очень легко описать. есть у него простой API, есть понятно какой метод относится, который выполняется в фоне, какой перед выполнением асинктаска, какой идет после выполнения задачи, но у него есть такие недостатки, как тесная связь с Activity. То есть он зависит от жизненного цикла Activity и в связи с этим может вызывать проблемы, скажем при повороте экрана устройства. Да, да, вот допустим, первый такой юткейс, вы запустили определенную задачу по асинктаске и у вас Activity пересоздается из-за, допустим, поворота экрана. Во-первых, первая беда состоится в том, что у того асинктаска, который сейчас выполняется в фоне, есть ссылка на Activity, который должен был умереть. То есть тот Activity до сих пор живой, тот объект, огромнейший объект это. вторая проблема. После того, как у вас Activity пересоздается, у вас заново запускается новый асинктаск. новый запрос делает этот KPI или к чему-то. То есть первый запрос и результат первого запроса уже полностью игнорируется. вот это один из самых дизадвентачев асинктаска. Он полностью зависим от Life Cycle Activity, контекста или фрагмента. Вот. Loader это уже решение получше. Оно хорошо сочетается с жизненным циклом Activity или фрагмента. И он очень хорошо подходит для загрузки данных из баз данных, например, или из диска, или еще из какого-то хранилища. При помощи него точно так же можно получать данные из сети, но тут уже возникают некоторые сложности, когда мы имеем дело с плохим соединением. Например, когда у нас бывают ошибки, допустим, связи, нам нужно повторять запрос, или же нужно обрабатывать ситуации, когда ошибка невосстановимая, то есть нельзя повторить запрос. И вот этим всем добром придется заниматься, собственно, фрагменты или Activity. Хотя они, в целом, не должны отвечать за такие вещи. Это вьюшки. И они должны заниматься отображением данных, но никак не заниматься логикой работы с сетью, например. Да, и еще было бы хорошо напоминать нашим слушателям того факта, что лодеры, на самом деле, не предназначены для long-running работ. Вот, допустим, запрос к сетью, и мы получаем огромный JSON и API. Вот. Для таких задач он не предназначен. Лодеры, на самом деле, были созданы для работы с диском. Для работы, допустим, если вы хотите делать определенный запрос к BD, и вот для таких задач лодеры оптимальны, да, но не для сетевых запросов. Если вы хорошо знакомы с ООП, один из главных требований ООП – это код был decoupled. То есть, Виталий, можете… Он должен быть слабо связан или, ну, максимально работать независимо. Да, он должен работать stand alone, вот, independent, короче, полностью независимым. А у нас, получается, лодеры берут на себя определенную часть бизнес-логики, который не должен брать на себя, допустим. Он хранит у себя определенные данные, кеширует, допустим, запросы. На самом деле, кеширование должно быть немножко в другом уровне. А у нас лодеры берут на себя, получается, работа с сетью и работы кеширования и много чего. Это неправильно. Очень такой честно связанный код у нас получается. Из-за этого я немножко ненавижу лодеров. Но у нас есть очень хорошее решение, допустим, есть у нас в Андроиде такое понятие, как сервисы, да, и есть даже отдельный класс Intent Service, который именно работает в отдельном потоке. И еще мы можем создать простой сервис и там реализовать пул потоков. Вот. Это уже решение намного лучше. Виталий, можете рассказать об этом? Ну, позволяет вообще бизнес-логику выделить отдельно от HUE, они никак не будут связаны. Ну, кроме того, что HUE будет, допустим, запрашивать какие-то данные или делать запрос на какое-то действие к сервису. В общем, оно решает задачи, проблемы, которые связаны как с SyncTask, так и с лодерами. Но при росте количества запросов, количества фоновой активности в приложении, либо растет количество таких сервисов, это уже очень много компонентов появляется в приложении, либо сам сервис разрастается и становится сложнее его поддерживать и расширять. Да, я полностью согласен. Вот. И тут к нам придет на помощь, приходит на помощь наша библиотека Priority Job Quiz. Как эта библиотека работает, это как бы все тут банально. У вас есть Job Manager, который делает всю работу за вас. И у этого Job Manager есть очередь. Очередь для определенной, ну, очередь задачи, да. Вы просто этому Job Manager передаете задачу, он положит вашу задачу в очередь, и как только приходит очередь к нашей задаче, наша задача выполняется. Какие преимущества есть у библиотеки? Во-первых, она никак не связана с жизненным циклом activity или фрагмента. Она поддерживает приоритизацию фоновых задач. Допустим, у нас какие-то задачи, по идее, должны иметь больший приоритет, чем другие. Например, у текста всегда есть приоритет перед изображениями. Он должен загружаться как бы раньше. Поддерживает группировку задач. Допустим, мы можем какие-то задачи группировать, ну, по какому-то признаку, например, это задачи, которые занимаются... Можете сразу примеры приводить? Да, я вам, в принципе, здесь список преимуществ ее видны, я их перечислю просто. Это группировка задач, запуск с задержкой, персистемность фоновых задач, контроль соединения сети, балансировка нагрузки, поддержка dependency injection, и она очень хорошо работает вместе с event-басами. Сейчас мы пройдемся подробнее по вот этим пунктам уже на наглядном примере. Так вот, так выглядит создание Job Manager. Собственно, ее можно сконфигурировать как удобно и задать там некоторые параметры. Ну, это, можно сказать, минимальная конфигурация, где все по дефолту, все настройки дефолтные. Ну да, если вы заметили, тут Job Manager получает Base Application Context, это не Activity, не Service или не Fragment. Это просто application, короче, instance application класса можно, или просто у любого контекста берете Base Application Context и передаете, то есть он не связан с нашим Activity. Не Job Manager и не Job. То есть они выполняются всегда independent. Мы упомянули балансировку нагрузки. Job Manager позволяет задать, сколько нитей у вас будет активно, то есть минимальное количество, то есть одна нить будет, допустим, все время активно, даже если задач нет в очереди. Допустим, максимальное количество, в данном случае, 3 нити, то есть когда есть Load Factor, следующий параметр, если количество задач на нить приходится больше, чем вот указанный Load Factor, он создает новую нить, ну, если пока не превысит максимальное количество нитей. Собственно, эти параметры и еще последний параметр, который говорит, сколько нить будет жить после того, как там уже нет задач. Допустим, если мы достигли максимального количества нитей 3, в данном случае, потом задачи все выполнились, то есть каждую нить он будет убирать по истечении вот в данном случае 2 минут. Вот эти все 4 параметра позволяют балансировать нагрузку в приложении, вот собственно, касательно фоновых задач. Следующее, что я хотел показать, это вот Dependency Injector, он является компонентом данной библиотечки и позволяет заинжектить поля каждой задачи, то есть проинициализировать их. Ну да, вот Job Manager очень хорошо работает с Dagger 1 и Dagger 2, но в этом плане он мне очень нравится. Ну, собственно, вот это пример того, как мы могли бы заинжектить. Здесь мы можем, собственно, прикастить Job к Base Job, и в Base Job будет, скажем, абстрактный метод, ну, Inject, и то есть вызвать у каждого Job этот метод, и он будет инжектить свои зависимости. Вот. Дальше. Вот так выглядят примерно задачи. Конструктор, каждая задача обязательно принимает параметры этой задачи, и обязательно хотя бы приоритет должен быть указан. Это дальше, чуть дальше я расскажу о приоритизации. Вот данная задача имеет несколько методов, то есть callback, которые срабатывают при добавлении задачи, при того, как она начинает выполняться, callback onRun, и при отмене задачи, если там какая-нибудь ошибка происходит, или просто пользователь отменяет задачу. Да, вот я бы хотел рассказать вам, когда срабатывает onCancel. Скажем так, у нас код выполняется в методе onRun, то есть в отдельном потоке, и кидается определенный exception, да, то есть, допустим, если тут мы обращаемся к API, и мы получили 404, и, допустим, у нас Retrofit именно тут кинул ошибку. У Job есть такой метод shoot rerun, то есть я должен ли я перезапускаться. И еще можно передать limit rerun, то есть перезапусков. Допустим, у вас бывают многие, у многих, наверное, были такие моменты, когда приложение работает в зонах, там, где нестабильная сеть. Допустим, HDA connection или 2G connection по разным причинам обрывается связь во время передачи данных, то есть кидается exception в методе onRun. И мы сразу, и этот throwable мы получаем в методе shoot rerun. Ну, короче, то есть, должен ли этот... Надо ли повторить выполнение, если ей не удалось выполниться? Да, вы смотрите, если какая-то непонятная ошибка или ошибка из-за обрыва сети, вы скажете, да, повторяйся, и исходя из вашего лимита, допустим, 3, да, у вас стоит, ну, по умолчанию у Job 3, 3 раза он повторяет этот запрос сам автоматом, и после 3 раза он возвращает false, shoot rerun. То есть, все, короче, 3 раза мы повторили, но реально сети нет, да, получается, или реально плохой connection. После этого onCancel срабатывает. Вот логика срабатывания onCancel вот такова. Да, если мы говорим именно о сети, будет показано дальше. JobManager занимается прослушкой сети, и сетевые задачи он не будет кидать на выполнение, если сеть недоступна, но об этом мы чуть позже упомянем еще раз. Так, добавляются задачи в очередь очень просто, то есть, берется экземпляр JobManager, и вызывается метод job, в него передается, в этот метод передается, собственно, задача. Приоритизация. Вы видели этот слайд раньше, но там не было выделено вот этот момент. В общем, приоритет задается произвольным числом. Чем больше число, тем выше приоритет у данной задачи. Можно, как в данном случае, просто вынести в интерфейс некоторые константы, и пользоваться ими, допустим, сделать там три типа приоритета, средний, большой и маленький, и пользоваться ими. Ну, приоритет — это единственный параметр, который обязательно требуется в Job. Да, вот я бы хотел немножко рассказать о приоритете, точнее, как мы используем в практике, да. Мы сразу делим приоритет, UI-приоритет, то есть все задачи, которые напрямую относятся к UI-элементам, да. Допустим, листы и так далее, и так далее. Мы качаем определенный контент, чтобы показать UI. Ну, это у нас в эту группу входят Job с высшим приоритетом, UI-приоритет. Это, допустим, десятка. Вот. И у нас есть еще фоновые задачи. Sync, скажем так. Sync. И у него приоритет где-то 6. Ну, допустим, мы группируем Job по UI, по фоновым задачам, которые для синхронизации, да, допустим, иногда используются. И всегда у нас есть как бы базовый класс для фоновых задач, базовый класс для UI, для обновления UI. Вот. И у них мы сразу в конструкторе указываем, короче, у тех Job, которые наследуются от этого Job, приоритет вот такой. Вот. В практике мы вот так используем обычно. Так. Пойдем дальше. Сетевые задачи, собственно, касаясь сетевых задач. В чем их особенность от других задач? В данном случае Job Manager, он отслеживает сеть. И если на момент вызова метода AdJob сеть недоступна, то он не вызовет OnRun для этой задачи. То есть он вызовет OnRun именно в тот момент, когда вот сеть будет, и эта задача просто сможет реально успешно выполниться. Job Manager сам отслеживает, когда сеть появляется, когда сеть уходит. Да, допустим, если у вас ваша задача, ваш Job требует сети, как только вы добавляете вашего Job Manager в то время, когда у вас сети нету, этот Job выполняется, и, допустим, в OnRun методе у вас есть определенный, ну, вы тянете от определенного метода, будем ретрофита, да? То есть от ретрофита, от ретрофит-сервиса вы спрашиваете, дай мне это. И при этом тут ретрофит кидает exception. Извиняюсь, 404 или, ну, вообще-то, on-host exception, так как хоста я не могу найти. Вот, то есть, и сразу он cancel срабатывает. То есть по идеологии Job у вас Job выполнился. Ну, успешно, неуспешно, это уже второй вопрос. Вот, когда вы сразу отмечаете required network, он не будет выполняться при отсутствии нетворка. Так, дальше. Группировка задач. Задачи можно сгруппировать по какому-то, ну, признаку, допустим, у вас задачи, которые занимаются синхронизацией, или, допустим, самый такой яркий пример, у вас мессенджеры и сообщения, мы их можем группировать по ID беседы. То есть нам нужно, чтобы задачи в строгой последовательности дошли на сервер, и мы их группируем, и тогда они будут друг за дружкой выполняться, и у вас не окажется, что у вас последнее сообщение на самом деле отправилось на сервер первым. Да, вот, в примере, у вас есть мессенджер, и, допустим, у меня есть две группы, да, или две собеседника. Это первый мой друг Виталий, второй наш общий чат RID Team. Вот. Я пишу Виталику, и у меня там, допустим, все джобы, которые, скажем так, добавляются, ну, все джобы, которые кидает сообщение KPI именно для Виталика, группирую я по имени Виталик, а для RID Team, скажем так, группирую по метку RID Team. Персистентные задачи. Персистентные задачи позволяют какие-то задачи, которые нам необходимо выполнить, в любом случае, независимо от того, что не удалось ее выполнить, или там приложение, система убила наше приложение, телефон перезагрузился. В независимости от всех вот этих возможных случаев, нам нужно выполнить эту задачу. Бывают такие задачи, и Персист позволяет сохранить эту задачу. На самом деле она сохраняется в SQL базу, она сериализуется и сохраняется в SQL базу, в SQLite базу. И в следующем запуске приложения джоб-менеджер попытается ее выполнить снова. Это бывает важно, не знаю, например, отправка токена на сервер токена Google Cloud Messages или какие-то такие задачи, которые нам обязательно необходимо выполнить. Дальше. Запуск с задержкой. Опять же, касательно примера с Google Cloud Messages, например, у нас первый старт приложения, оно активно качает данные, и оно и так нагружено, сеть и так нагружена, и нам приоритетнее было бы получить данные сначала, а уже потом там отправить, ну, заняться инициализацией, собственно, Google Cloud Messages. Оно не так горит, скажем, и мы можем задачу с Google Cloud Messages отложить на какое-то время и выполнить ее после того, как наибольшей вероятностью у нас там активная загрузка данных сети уже закончится. Так, рассмотрим все на живом примере, его вы можете найти по вот этому адресу, но мы его, собственно, разберем здесь. Так, вот у нас проект, в данном случае это экран с новостями, NewsListFragment. Это пример, в котором реально используются джобы для выполнения фоновых задач. Здесь есть метод у NewsController FetchNews. Он добавляет задачу GetNewsJob в JobManager. Сейчас мы рассмотрим эту задачу. Так, в данном случае параметр служит для того, чтобы говорить, что вне зависимости от того, есть ли у нас новости в кэше, если он true, то он их все равно загрузит из сети. Так, this, это мы этот контроль передаем сюда, чтобы дергать его методы, вот эти, которые будут заниматься обработкой данных, которые пришли из сети. Ну, уже там, кидать EventBus'ом их, например. Вот, рассмотрим, собственно, этот Job. Так, мы его пронаследовали от BaseNewsJob, в котором, собственно, указанный приоритет указан, группировка, что это основной контент и задержка этой задачи в качестве примера на 1 секунду. Так, вернемся назад. Так, собственно, метод, который выполняется в фоне, onRun. В нем мы достаем данные из баз данных, сразу отправляем их в NewsController. Он дальше уже будет решать, что с ними делать. Это закешированные новости. Если они есть, мы их отправляем в NewsController. Дальше мы делаем запрос к сети. В случае, если в кэше не было новостей, либо в Force у нас true. То есть, вне зависимости от того, есть ли у нас в кэше или нету, необходимо заново загрузить эти данные из сети. Так, здесь дергается метод, собственно, сервис. Ретрофитовский сервис. Если все успешно, то мы сортируем, проверяем там те же самые новости, которые у нас были уже в кэше или что-то новое появилось. Если что-то новое появилось, сохраняем, во-первых, кэш, во-вторых, опять же, отдаем на обработку NewsController. Дальше он уже их отправляет, он кидает ивент, и подписанные классы на этот ивент, они уже дальше получат, собственно, контент, который мы загрузили. В данном случае здесь есть метод, который подписан на этот ивент, что успешно получены данные. И мы их добавляем в лист и обновляем адаптер, собственно, чтобы новости уже на экране появились. В данном проекте используются даггеры, поэтому у нас есть модуль, который для всего приложения работает. И в данном случае мы можем увидеть инициализацию JobManager. здесь мы задаем кастомный логгер, который позволяет все логировать, то, что происходит в джобах, куда-то перенаправлять, скажем, эти логи. В данном случае просто выводится обычным логом. Задаются, собственно, параметры по балансировке нагрузки. Используется инжектор. То есть в данном случае есть BaseJob, у которого есть метод Inject. Вот. И он будет реализован в каждом джобе, чтобы заинжектить его зависимости. В данном случае мы тоже видим RetroLimit. Этот метод, который позволяет задать, сколько раз будет повторяться эта задача в случае неудачи. Здесь также присутствует метод ShouldRunOnTrouble. Он позволяет определить, вообще нужно его повторять или не нужно его повторять. Важной особенностью здесь является, что здесь мы задаем RetroConstraint и можем задать экспотенциальную задержку при повторе задач. То есть он не будет там долбиться постоянно. А то есть раз не получилось, он чуть попозже еще раз попробует, еще чуть попозже попробует. Вот. Собственно мы рассмотрели, как вот реально джоб используется в проекте. Спасибо за внимание. На этом вебинар окончен. Спасибо Виталию и Backsatback за ценную информацию. Вопросы ребятам можно задать в комментариях, а в описании есть ссылки на слайды и исходный код. Всем спасибо. Смотрите наш канал, создавайте приложения. С вами был Виталий Непочатов. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok